Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в кукинг-симулятор. Написали, значит, что в дартс можно играть ножом, и чтобы я бегал с разделочной доской ко всей канители, к овощам и фруктам. Учту все эти замечания и все предложения, естественно, будем так и делать. Нет, фузили каким-то образом оказались в супе, и так быть не должно. А, все, их больше там нет, это хорошо, а то я думал уже суп на выброс. Так, это вот эта макаронина, она явно была лишней. Для тех, кто здесь в первый раз, обязательно подпишись и поставь лайк, напиши что-нибудь в комментариях, что считаешь нужным, и хорошего дня. А мы начинаем, начинаем готовить, начинаем творить чудеса на нашей любимой кухне. Вытирать нужно, вытирать, вытирать, самое главное здесь вытирать. Ну-ка, ну что такое-то? Ну что такое-то? Ну что такое-то? Ну, вымыть. Вымыть, говорю же, ну давай вытрем-то чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы вытрем. Грязюка же какая, смотри. Ну кто ж ее тут такую развел-то? Я же не специально. Это просто кто-то поднасрал. Это не я. Это факт. Но я так не могу. Чисто-чисто должно быть. На столе, чтобы наши клиенты не ели всяких там микробов или кого-то там еще, ну, ненужного. То есть все должно быть чисто стерильно и выглядеть подобающим образом. Где-то здесь держалка для противня. Это вот это что ли? А-а-а, может быть да, слушай. Как бы даже никто не сомневался, что она здесь есть. Надо взять и починить плиту, скорее всего. Потому что иначе быть не может. Ну, а то как, как, что она сейчас ломается посреди дня и будет мне потом не очень хорошо. Ну что, 20 центов, 109. А что такое 2049? Это что такое? Это какая-то льготная цена, что ли? Или же 45% скидки? Осталось 2, 2, 20, 20. Так, 40, как, где 4, 2, 2, 20. Ну, то есть, короче... Ну, давай возьмем вот этого. Новый шанс. Видишь, какая красота. Так, 98. А, здесь написано... Написан износ. Написано износ нашей с тобой... Фурнитуры. Мы теперь точно знаем, что вроде ничего не сломалось до конца. Даже близко не стоит к поломке. А вот плита как раз пошла по одному месту. Но плиту сейчас починит нам гражданин, который вот здесь вот невидимый обитает и чинит. Чинит, чинит, чинит 20 секунд еще целых. И как бы мне посмотреть... Не надо музыку. Я больше не хочу эту музыку. Не-не-не-не-не-не-не. Я больше не хочу. Можно как-то посмотреть... Блюдо дня. Хочу посмотреть блюдо дня. Чтобы знать, что мне сейчас нужно подготовить. Видимо, нет. Видимо, не судьба. Хотя, возможно, как-то и можно, но... Но нет. Чош уж. Чош уж. Чош уж. Написано... Ой, написали, что... Че написали? Посмотрим, поутвори че. Че у нас есть поутвори? А, оплата после, что ли? Удобно. Нож. 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 А где ж так... А че ж он такой дорогой-то? Почему нож такой дорогой? Давай купим. Почему нет? Может быть, он острый очень? Или же... Или же что-то с ним еще интересного... Не знаю... Неизвестного нам доселе происходит. New game. Ну-ка. Ага. Угу. Угу. А может, поближе можно подойти, да и все. Да, слушай, можно кидать прям в упор. Ну, давай будем кидать в упор. Да, ну что ж такое-то. Что ж за обман? Нет, настолько высоко не нужно. Давай вот сюда киданем. Во. А, так... То есть здесь какая-то отметка все-таки есть? Да, слушай, есть отметка. Блин, 20 бросков. Это ж очень много. 30 даже. Это тоже очень далеко и очень высоко киданулось. Есть какое-нибудь достижение по количеству очков? И почему 432 очка? 429. 420. Почему на убыль идет? Я же ведь попадаю куда-то. О, 405. А, мне нужно до нуля, что ли, скинуть? 403. А может, вообще подальше отойти? Не, 400. Как бы, чем дальше отходишь, тем лучше не становится. Так что будем кидать от стола. 399. Ого, гошеньки. Ничего себе, сколько бы лют. Сразу. Запеченная форель. Начнем с запеченной форели, естественно, потому что мы ее готовить-то умеем. Никаких проблем доселе она у нас не вызывала. Ну-ка, открой. Да что за жизнь? Почему начинается все с каких-то проблем? Криво бросил. Возьму нож. Да возьму нож, говорю же. Положу его вот сюда. Называется он так же нож, поэтому как бы, ну, не знаю даже, в чем отличие его от этого ножа. Время здесь не идет, поэтому доиграем позже. Нож положу вот сюда же. Соль, перец, да? А, укроп, тимьян, перец. По 5 грамм. Укроп, тимьян, перец. Укроп, тимьян, перец. Укроп, тимьян, перец. Укроп, тимьян, укроп, тимьян, укроп, тимьян. Укроп, тимьян, укроп, тимьян. Это вот и это все нужно. Ага, ясно. И не стряхнуть же ж. Что же за жизнь? Я же на косаре взял прямо в самом начале. Я просто насыпал гораздо больше приправы, чем нужно было. Ну вот опять. Теперь меньше. На противне очень много всего лишнего. Это факт. Все, на 90 секунд в духовку. Да? А что ты? Куда ты убежал-то? Эй, рыбешка. Ну-ка сюда. И на 90 секунд. 90 секунд это полтора минуты получается, верно? На-на-на-на-на-на-на-на-пум-пум. Закройся, гори. Что дальше? Лимон на 4 штучки. Это без проблем. Новый нож, новый лимон. Режется все четко, красиво и так, как нужно. Может быть он такой дорогой, потому что он граммы отмеряет. Или же еще по какой-то причине резать. Руки не дрожат. Повернуть вокруг. Хрен его знает, почему он такой дорогой. Видимо, на то есть причины. Я просто других причин-то особо не вижу. Но он граммы не отмеряет, это факт. А этим ножом получилось еще хуже, чем раньше. Да, очень, очень плохо все. Очень плохо. Погоди. 80 грамм по 20 грамм. Погоди-ка. А, 28, 28, 20, 21 и 11. Ну, накосорезил с одним этим, с одним кусочком. Ничего страшного. Что там с ним нужно было сделать? Свежая петрушка из 6 грамм и на тарелочку. Ну-ка, где тарелочка? Вот тарелочка. Беру лимончики. Лимончики. Лимончики нужны. Не. Раскидал во все стороны. Ой, какая красота. Раз, два, три. Три петрушки, 5 грамм укр... О, 5 грамм хрена на... На, вон, рыбешку. И все будет самым-самым вкусным. Свинина на кости. Ну, нужно взять свинину на кости и по 4 грамма соль черного перца и 6 тимьяна. Да? Да. Хорошо. Угомонись. Не нужно здесь кричать. Я должен взять противень. Положить его куда-нибудь сюда, чтобы он... Нет, ну сюда далеко. О, я сюда долго очень буду идти. Положить его вот сюда. Взять хрен. Нет, это чеснок. Взять хрен. 5 грамм. Раз, два, три, четыре. Пять. Взять тарелку. Под это блюдо. Положить. И пойти. Себе отдавать. Это творение. Шедевр. Клиенту. Должно понравиться. Ну, я же говорил. Что такое? Угу. Жалобы гостей. Идеально. Даже на лимон не пожаловался никто. Это самое хорошее, что на лимон никто не жаловался. Вался. Так, ага. А у меня есть борщ-то. Нет? Пюре. Это гаспачо. А вот это как раз то, что надо. То, что надо, это вот это. Простой украинский борщ. Это вообще делов-то. Беру, ставлю его на плиту. Самое главное. Да? Да. Поджигаю и пошел. Свинины на кости. Беру свинины на кости. Беру сковородку. Ой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Соль-перец 4, да? И тимьяна 6. Да, все верно. Как все помню. Как все помню, а? Как хорошо. 4. 4. Да что по тебе. Ну, не нужно ставить его. Нужно было перчить. Хорошо. И тимьян. Тим, 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 тим. Тим, тим. А где? А куда? А вот он. 6. Да что ты, ну? Зачем ты падаешь? Смотрим на суп. Суп вроде... Суп вроде, говорю, погрелся. Беру тарелочку. Хорош, красивую. Здесь 6 минут еще целых. Ого-го. Самое главное, чтобы это был тот суп, который нужен. А тоже я могу и не тот отдать. Ну, знаешь, если не тот, ничего страшного. Пусть ест тот, который ему налили. Как бы я считаю, что... Пусть клиент не жалуется. Так, ничем украшать не надо? Нет, ничем украшать не нужно. Хорошо. Ставлю. Отдаю. Пробовать не буду, потому что... Да зачем пробовать, если я и так уверен в том, что... Что это такое? Что борщ очень даже неплох. И пусть это даже был бы не борщ, но он неплох. Жалоба гостей. Холодно, серьезно. Да он на плите стоял миллион лет. Ну-ка пойдем. Ждать прекрасного. Сколько секунд? Сколько минут? Сколько часов? Ну, в целом хватит. Подождет. Печеную картошку тоже подождут. 30 миллилитров и 90 с каждой стороны. 30 миллилитров со... Что ж такое-то? Нос чешется, представляешь? Кошмар. Подсолнечного. Я же говорю подсолнечного. Что-то мне говорят, что не подсолнечного. 30 миллилитров. Оп. 30... Как бабушка сказала, вылить. Слишком много скажут сейчас. Сейчас мне скажут, что его слишком много. Хорошо. Вот так гораздо лучше. И по 90 секунд с каждой стороночки. Это получается аж 3 минуты надо потратить на то, чтобы пожарить эту свинину. Ну, свинина, на самом деле, свинина прям. Две картошки. Припросоль. Самое главное, соль. Посолить сразу, перед тем, как резать. А то ж я могу. А то ж мы... А где? Посолить по 3 грамма на каждую картофелину. Ни в коем случае, ни больше, ни меньше. Правильно говорю? Правильно. Ну-ка. Хорошо. И это все дело нужно положить в комбайн. Раз. Не в комбайн. Там надо было на большие куски порезать. Ну-ка, как достать оттуда-то? А как оттуда достать-то? Эй! А как я теперь оттуда достану? Ну... Ой, короче, ясно. Пойдем переделывать. Там будет для картофеля фри. А эти куски мы порежем сами. Потому что... Потому что я задумался и не то сделал. Там же большие куски должны быть. Вот так вот. Так? Так, 11 секунд. Пока будет резаться... Ой, резаться. Пока будет жариться вторая сторона, я успею порезать... Порезать картошку и, возможно, ее даже запечь. Только не то. Вот это то. Сколько там картошку надо запекать? 80 секунд. Это вообще делов-то. Это быстро очень. Порезать на 50 по 50 грамм. В них по 150, значит, на 3 части. Это хорошо. Беру острый нож. Какой же еще-то у меня на кухне других не бывает. Режу вот примерно вот так. Раз. И два. Красота же? Красота. Надеюсь, даже поровну. 60, 57. Ну, я же говорю, ровно. Ну, ровно же. Тут даже не приколебейся. Так, беру я противень. Кстати. Да, противень. Да что ты. Ага. Беру, значит, противень. Беру, ставлю сюда вот картошку. И включаю. Сколько там секунд? 35. 35. Это получается 80 минус 35. Сколько получается? 45. 45. 45 на 40 секунд. Надо будет поставить позже таймер, чтобы не прогадать. На 40 секунд. На 40. На 40 ни в коем случае не на большее. Сковородка. 50 секунд. Но тут подождут. Тут подождут. Это без проблем. Давай. Пойду тарелку возьму. Вот так. И на 40 секунд. Отсюда пюрешку выливаю. Все верно? Верно. Наливаю топленого масла. Чтоб все были рады. Чтоб все были довольны. 30 грамм топленого масла. Соли и черного перца по 10. 30? 30 налить надо? 30? Серьезно. 30 и 10 соли и черного перца. Да поторопляюсь я. Поторопляюсь. Подожди. Хопа. Выключись. Хватит. Хватит ругаться. Где моя тарелка с... Со свининой. Или как он там называется-то? О. Лепута. Так. Вроде украшать точно ничем не нужно, да? Вроде да. Вроде нормально все. Кладу. Отдаю. Пять звезд. Не меньше. Я же говорил. Я же говорил. Я же говорю, что хорошо все. Ты говоришь, нет, нет, надо лучше делать. Идеально. Я же говорю, все отлично. Делаю, значит, вот эту вот кашу. 31. Каким образом 31? Хрен его знает. Соль. Гаспачо. Это я могу. Так, сюда 10. И черного перца тоже 10. Ну, потому что без черного перца никуда. Правильно я говорю? Правильно. Так, и сюда уже креветочки. Креветочек сколько надо? 6 штук. Да, 6 штук и 50 секунд жарить. Не повторяем ошибок прошлых лет. Ну-ка, откройся. 6 креветок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закрываем на расстоянии холодильник, чтобы сковорода осталась. Да один хрен не помогает. Видишь, креветки все равно танцевать хотят. Они хотят просто поплясать. Ну-ка, ну-ка, положись. Ну, положись ты ровненько. Нет, ну. Во, 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 хорошо. Так, и сколько секунд надо? 50, да, жарить? 50, 50 секунд. Хорошо. 50. Беру, завожу, завожу, завожу. Оп. Меньше. Оп, поставил. Хорошо. И пошло-поехало лимон на 20-граммовые куски. Лимон на 20-граммовые куски. Как мы любим. Поперек. Ну, тут уж поперек тяжело порезать. Но я постараюсь. Раз. Два. Делов-то? Я же говорю, ровно, смотри. 38, 10, 11 и 21. Блин, ровнее не придумаешь. Блин, мне не нравится, как я это все сделал. Хотя. Хотя, у меня есть время-то еще. Надо поровнее просто положить. Нож взять. Пойду лимончик еще разок порежу. Я не могу. Мне стыдно отдавать такой криво порезанный лимон клиенту. Получается, просто я на него наплевал. Ну, и на лимон, и на клиента просто... Как-то не по-человечески получается. Вижу, что криво, и все равно отдаю. Глубокая тарелка должна быть. Глубокая тарелка, в нее наливаю все. Какая просрочка? Какой просрочка вообще речь может идти? Все же идеально было, ну. Глупости какие-то, говорят. Мне нужны были креветочки. Креветочки, свежая петрушка, 6 штук. 6 грамм. Свежая петрушка, 6 грамм. Блять. Я знаешь, что подумал? Что эта игра настроена ко мне враждебно. Будет жрать сухой, я не знаю. Как хочет пусть. Я мало того, что просрочил, так еще и бульон весь вылил. П5 звезд можно без бульона отдавать, значит. Ничего страшного. Да и по времени все отлично. Отсутствует продукт смесь. Ну и делов-то, блин. Теперь испачку полы. Так, сколько? А, 9 минут, ладно. 9 минут это много. Гаспачо у меня есть, его надо просто украшать, шнить луком. Гаспачо это вот это вот пюре. Беру, беру, беру гаспачо. Так, убери сковороду. Пусть не мешает. Ну нет, ну не сюда же, ну вот так вот. Ага, хорошо. Беру, значит, я большую тарелку, глубокую, естественно, как иначе без нее-то. Беру, значит, наливаю 150 два раза по 150. Два по 150 гаспачо. И наливаю его обратно, потому что я дурак. Потому что я не подумал, прежде чем... Хотя он же холодным подается, что я туплю-то. Хотел погреть уже. Так, сколько там грамм было надо? 8 грамм лука. А здесь 4 ветки. Угу, красота же. Красота. Пусть скажешь, что ему не нравится. Я ему на голову его вылью. Еще бы ты мне сказал, что тебе не нравится этот суп. Буженина. Возьмите ветчины. Иди ты в жопу со своей картошкой фри. Отстань. Заправить этим тем-то, тем-то. А у меня же есть где-то буженина-то, ну. Ветчина, сушеный чеснок, там все дела. А что мне нужно с ней сделать-то с этой ветчиной? На тот же противень. Переложить в тарелку. В каждой порции ветчины 300 грамм. 300 грамм на две части делишь, короче, и все. Правильно я говорю? Правильно. Дольки апельсина нужно порезать. На 6 частей. И... Да и все, короче. И розмарином сверху посыпать. 300 грамм. Вот, ветчины. Как тебя тут включить так, чтобы ты это погрелась? Старт, стоп и повер. Повер, а повер... Медиум, наверное. Наверное, как-то так. Я хрен знает, насколько ее надо было греть, ставить. На высокую, короче. Поставлю. Пусть греется. Беру, значит, апельсин. Мы делили апельсин. Много носа, он один. Положу вот сюда. И порежу на 6 частей. На 6 частей пополам, еще раз пополам. И потом еще раз что-то там. Ну, хреновая, конечно, математика, но... А куда деваться? Вот так. Как-то вот примерно вот так. И, возможно, даже вот так. Ой, господи. Что получилось-то? 26, 21. А знаешь, а вот как порезал, так и будут есть. Так, а что такое? Я не пойму, просто, насколько долго еще его готовить надо. Плита нарисована какая-то. Может, ее надо погреть, поставить в эту просто? Вон, вон туда он. Да что ты. Ну, положи на пол. Возьми противень. Да, нет. Возьми противень и положи на противень ветчину. Вот так. И секунд на 20. Хорошо. Угу. 30 грамм апельсина всего-навсего. Это вот этот вот большой кусок положу. Не очень красивый, но зато полезный. Самое оно. Положу так. Вот так. Короче, все. Горячее, горячее. Возьму тарелку. Какую там тарелку надо? Надо вообще вот так кругляшками резать. Да пошли вы все в жопу. С такими кругляшками, с такими претензиями. Вот так. Пойду вот эту выброшу нахрен, чтобы не мешало здесь. Ну-ка. Хорошо. И, кстати, да, надо это нажать сюда, чтобы соль выбросить. А то, ишь ты, соль наложил. Доску, кстати, взять надо положить на нее ветчину. По лапам. Порезать пополам. И. Хорошо. Сколько там? 150. Да вообще отлично. Блюдо просто семизвездочное сейчас получится. Так, вот этот вот кусок апельсина. Вообще как на картинке, кстати. И веточка розмарина 5 грамм. 5 грамм. Ну смотри, ну прям от картинки не отличишь. Сдать. И сдать. 10 звезд. Ну почти. Чуть-чуть там по вкусу не сошлось немножко. Ну и ничего страшного. Ошибка при нагревании, ошибка при нагревании. Но я там и не понял, так как его правильно погреть. Так что в этом ничего страшного нет. 6 минут на стейк. Это что? Что это за заказ? Погоди-ка. Томатный суп. А у меня такого нет. Или вот это. Вот это, наверное, томатный суп. Потому что рыжий это... Ага, вот этот. Да-да-да-да-да-да-да. Да, он самый. Пускай вот здесь стоит. И греется. Берем стейк. Стейк 4 соль, 4 перца. И по 45 на каждой стороне. Нит настолько далеко. Я же до тут не дотянусь. Тут делов на самом деле. Вообще просто прям расплюнуть. Готовится все просто. И понятно. Зачем придумать самому себе сложности? Я вообще не знаю. Ну-ка, ся. И 45 секунд с каждой стороны. Делов-то. Ну-ка. Пока дойду. Там тыры-пыры, восемь дыры. Хорошо. И картошка, которая у нас как раз-таки лежит в той ерундовине. Можно ее уже использовать. Раз. Два. Процесс довольно интересный. Наливаю масло. Так, где там? Секунда. А, глубокую тарелку надо. Надо глубокую тарелку взять. Угу. Надо взять поварешку. Поварешку надо взять. Супа налить. Отлично. Не придерешься. Так, погоди, 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 погоди. Оп. Выключись, пожалуйста. Теперь переворачиваю. Ну ты серьезно? Повесь, повесь, повесь. Не отвлекай меня. Сорок пять. И теперь этот суп я должен отнести куда? Правильно. Клиенту. Клиенту. Пусть радуется супу. Надеюсь, я его погрел достаточно хорошо. Вообще отлично. За две минуты подал суп. Еще и пятизвездочный. Даже, даже погрел хорошо. Тереполняет гордость. Тыквенный суп на скорую руку. Это рыжий-рыжий, который, да? Он, кстати, у меня тоже есть. Почему нет? Я его погрею. Сейчас и будет хорошо все. По поводу стейка. Стейк. Соль. Так, это террор. 30 секунд. Веточка розмарина. Ну сейчас у меня закончится жариться вот этот стейк. И я пойду туда. Заведу будильник. Вот так вот. И сколько там секунд? 30 секунд во фритюре. 30. Ра-ра-ра. Выключить суп нужно. Отлично. Беру тарелку. Глубокую, глубокую, глубокую беру тарелку, чтобы весь суп поместился. Беру повареху. Беру томатный суп уже. Тыквенный суп на скорую руку, который... Так, у меня микрофон-то включен, а то я разговариваю здесь уже сам собой. Угу. И несу этот суп клиенту. Довольному. Довольному клиенту. Отдаю. На картинке вроде не было никаких дополнительных плюшек, поэтому я же говорю. Пять звезд. Пять звезд. Кто бы сомневался. Идеально. 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 И выключаю... Выключаю картофан. Беру большую тарелку. Опять буженин. Да в конце концов, сколько можно-то? Беру огромную тарелку. Просто огроменную, чтобы наверняка все поместилось. Беру всю картошку, которая там есть. Кстати, которая вся прожарилась, смотри-ка. Которая вся красивая, с корочкой и вкусненькая, скорее всего. Беру, значит, веточек розмарина в 10 грамм. Это две штучки. Две штучки розмарина. Стейк. Угу. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался, что я так готовлю вкусно. Вкусно-вкусно. Угу. Пять звезд. Отлично. Ну, чуть-чуть, да. Техника резко хромает. Естественно, потому что я комбайном это режу, а не вручную. Вручную хромал бы еще больше. Ой, суп и бульон из утки. Я его готовить не особо умею. Но что ж поделаешь, ветчина у меня есть до сих пор. Ветчина, короче, нужна. Две по 150. Ну, где-то вот эта. Ее нужно положить на противень. И отправить греться. Знаешь, на сколько? Вот с этого момента секунд на 30. Хотя... Да, пусть пока на 30. Не знаю, как пойдет. И пока пойду апельсин найду 30-граммовый. Вот, 30-граммовый апельсин. Почти. 29 грамм, это уже почти 30. Беру. И что там надо было сделать-то? Подожди-ка. Просто положить на тарелку две ветчины, апельсинку и веточку розмарина. Ну, давай-ка мы возьмем вот эту вот большую тарелку. Положу тут апельсин... Хорош. Да, и ты хорош тоже, заканчивай. Апельсинку. Апельсинку. Розмаринку. 5 же грамм, да? Или 10? 5. Ну и, скорее всего, вот ветчинку. Но ветчинку надо порезать на две части. То есть нужно как бы взять вот так вот ее. и каким-то образом махнуть пополам. Каким здесь, блин, махнуть образом пополам, не знаю, но наверное, где-то так. Ну, выглядит примерно ровно. 160 и 125. Я же говорю, ровно. А, и теперь взять это дело по отдельности. Положить еще секунд на... Ну, пусть давай на... Ну, пусть будет на 10. И пусть греется. Так, бульон из утки. Бульон из утки. Хочу вспомнить, есть, что делается. Он, по-моему, как раз вот... Да-да-да-да-да. То, что я вылил. То, чего больше нет. Так, греться хватит. Беру тарелку. Пойду сдам. Это все дело. Должно быть теплым. А как клиенту нужно, я не знаю. Наверное, будет хорошо. Пять звезд. Ну, почти пять звезд тоже. Опять, наверное, промахнулся я с нагреванием. Нет, смотри-ка. Ну, почему-то до конца пяти звезд не дошло. Хотя, не знаю. Я знаю, что я превзошел все... Да отстаньте от меня со своими заказами. Не может ждать. А, вот этот вот нельзя пропускать. Ладненько, хорошо. Вода. Литр триста. Возьму вот эту кастрюлю. Это мы сейчас быстро сделаем. Это недолго. Дальше что? Дальше нужно насыпать 10 грамм соли, 10 перца. 10 соли. И 10 перца. Хорошо. И, получается, туда нужно положить утиные грудки. 560 грамм морковки, 70 и 120 репчатого лука. 120 лука. Морковку. И нужно еще бросить туда утиные грудки 560. Пожалуйста, не убивай. Раз грудка, два грудка. Все, с овощами и фруктами закончили. Морковка, лук. Да, утиная грудка. Так, варите 80 секунд. Пойду 80 секунд сварю. А, поставил варить, говорит. Пойду сварю. И пошел, самое главное. Пошел, как будто ни в чем не бывало, блин. По поводу креветок. Нужно топленое масло. 30. 30 топленого масла. Это, кстати, не так сложно. Так, а где у меня сковородка-то? А, вот сковородка, вот она. 30 топленого масла. Туда посолить нужно. Посолить, да? Соль 10 и перец 10. Перец 10. И туда шесть креветок. И туда шесть креветок. Равнехонько раскидать. Хорошо. Поставить. Ой, тихо-тихо-тихо, не буянь. Так, и сколько секунд надо? 50 секунд жарить. Что такое-то? Да ну... Мне кажется, вот эта креветка, она будет недожаренная. Как и сейчас. Вот так будет хорошо. Пускай жарится так. По супу, чё у нас с тобой? По супу всё вроде в целом хорошо. Нужно просто порезать утиную грудку. 560 грамм на части по 35. Так, ну, нормально, короче. Нужно порезать по 35 грамм утиную грудку и положить в суп. Это выключилось, это всё готово. Беру, беру, беру доску. Нет, доску я беру для того, чтобы порезать там эту... А, лимончики. Лимончик нужно взять. Хоп. Положить на досочку. Нет, ещё креветочек пожарить надо. Вот так гораздо лучше. Беру ножик. Без головы, без ножек. Вот сюда вот. Приставляю. И режу. Режу, пожалуй, вот... Ну, где-то так. Ну, хрен его знает. Вроде ровно. Но куда уж ровнее-то, да? Что-то в той серии гораздо лучше получалось резать. Резать лимоны. Как-то всё ровнее получалось. Но, видно, не судьба в этой серии так сделать. Так, налил. И теперь ставлю сковородку на плиту. Беру все креветки. Насыпаю. Беру все лимончики. Хорошо. И вроде ничем украшать не нужно, правильно? Свежая петрушка 6. Я забыл уже про свежую петрушку. Раз, два, три. Вот это пятизвездочное блюдо. Даже не прикопаться. Две сорок осталось. Серьезно, что ли? Пошли резать утку. Резать утку надо. Так, ну тут вообще-ка, всё хорошо. Тут вообще просто. Просто вот. Ммм. Какая вкуснятина. Вы не испортили блюдо? Да ты думал, что я испорчу, что ли, его? Ну. Беру куриные грудки. И тут уже начинаю... Начинаю просто творить. Если. Если. Если б до кабы. Доросли во рту грибы. Чё здесь у нас получается? 75. 75 надо ещё пополам порезать. Всё верно говорю? Да, верно говорю же. Ну-ка, надо вот это стряхнуть. Чтоб не путаться. И взять, например, вот... Вот эту. А мне нужно сколько? 140. Ошалеть. Ну сколько здесь получается? 75 и... 75 и... Ну да, где-то так и получается. И вот это дело пополам надо порезать. Угу. Ну, наверное, вот так. И где-то вот так. Беру большую глубокую тарелку, наливаю туда вот этого чудесного, наивкуснейшего бульона. 300 миллилитров каши вот этой чёрной. Не знаю, кто это есть будет, но, видимо, кому-то нравится. И пусть он наслаждается этим чудесным блюдом, но без нас. Беру грудки утиные. А, ну и всё. Я отдаю. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Без тороплений. Пятизвёздочный утиный бульон к вашему... Этому... На ваш стол. Жалобы гостей. Ошибки при нагревании. А, почему... А, ну да, они недоварились немножко. Ну, ничего страшного. Да, делайте начатое, говорит, и готовьтесь к завтрашнему дню. Хорошо. Хорошо. Я хочу заметить, что этот день был наиболее продуктивным и наиболее прекрасным по-своему. Я бы хотел пойти доиграть в дартс. Чем я и займусь сейчас. Чем я сейчас и займусь. Смотри, сколько кастрюль много. Угу. Закрой-ка, пожалуйста, спасибо. И пойду бросать. Ну, потому что могу. 17 бросков осталось. Ну, надо же как-то что-то делать. Какие здесь правила? Что здесь делать нужно? 50-30-х гейм-мод. Не знаю, что это значит. Я просто кидаю. Блин, почти в середину. Ну-ка, смотри-ка. Почти опять в середину. Блин, да как ты мог не воткнуть-то его, ну? Что с тобой произошло? Ты слишком устал сегодня на работе, наверное, да? Ну, видимо, так. Потому что иначе я это описать не могу. 13 выстрелов еще и... И все. И можно спокойно заканчивать серию. Не, ну почему нет? Я просто хочу, хочу понять, зачем это все нужно. Ты видал? Ты видал? А зачем мне это показали, если я, типа, типа, не выиграл, а просто дальше играю и сижу. Надо как-то приучиться, чтобы точно туда попадать. Ну, очень близко, очень уж близко. Ой, а как так-то? Как он умудрился попасть под каким-то углом, но почти в середину? Блин, обидно, что не попал в середину. Прям до боли, до жути, да. Опять попал в середину. Ты видал? Меткий стрелок просто, меткий стрелок. Сейчас нужно третий раз попасть, потому что, ну, иначе даже быть не может. Ну, блин, ну что ж такое-то? Он попадает в середину, а просто не засчитывает, просто не засчитывает. Ну, здесь вообще просто это ветер подул, поэтому так получилось. Ну, здесь-то точно середина. Ну, смотри, ну, вот ты просто не видел. Ты не видел, просто там попало, попало. Контрольный. Проиграл, говорит, лось. Ну, лось и лось, ничего страшного. Все бывают лосями, но в следующий раз мы обязательно победим. Давай с тобой прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии и в других видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok